добрый день последнее время у нас получается снимать истории с продолжениями какие-то хорошие какие-то не очень я думаю вы помните девушку изабелла забыла привет здравствуйте очень очень непростой судьбы многие переживали многим откликалась потому что да сейчас расхожее место про токсичных родителей все могут этим как-то щеголять я не могу другого слова подобрать потому что я очень редко встречаюсь с примерами действительно по-настоящему токсичных родителей вот к сожалению забыли не повезло папа жесткий последствия очень тяжелые для тебя до сих пор так в жизнь вписываешься с трудом с учетом всего этого пережитого опыта тем не менее ты большая молодец ты пришла на интервью поделилась своей историей восприняла как золушку начала на тебе отыгрываться я правильно и она очень боялась этого сравнения что она будет относиться ко мне как к золушке и я буду так и воспринимать как мачеху злую но при этом она делала все чтобы мне жить было безумно некомфортно то есть это какие-то вот издевательства какие-то оскорбления провоцирование отца чтобы он меня бил что я вот как-то себя плотно жаловался отцов а я добил да сама она тебя била пару раз было да то есть он прям сказал я ты можешь ее бить вот пожалуйста не надо постоянно бегать ко мне и жаловаться возьми и ударь если она там что-то сделала не так и вот на этом моменте у меня начали отключаться чувства вот какое-то отупление стало происходить или что я начала диссоциироваться да вот этот да то есть я могла отсутствовать несколько часов вообще то есть на автомате что-то делать там не сказали отдрать кастрюли подмести убрать я функцию свою знали это делаю но фактически ими меня не присутствуют то есть я не помню даже чем как прошли там последние несколько часов получила поддержку дальше у тебя было развитие это не просто там и дальше живешь ничего не меняя все-таки ты дошла до специалистов поработала с психологом вот сейчас нужно снять это продолжение как она развивалась ну два года были тяжелыми они были какие-то временные промежутки в твоей жизни которые можно интерпретировать как легкие вот сейчас декабря декабря полегче стало то есть уже есть результаты терапии мне поменяли медикаментозное лечение и вот поставили биполярное расстройство первого типа назначили ну а ты в стационар госпитализировался лет все-таки в амбулатор в рамках амбулаторного приема не госпитализировалась но госпитализировалась летом когда у меня был сильный суицидальный приступ как-то я вот не знаю мне кажется это мой успех что я в момент вот этого суженного сознания когда понимаю что все вот сейчас у меня очень сильная навязчивая мысль себя убить я вот как-то нас все помочь и все на госпитализации то есть вместо того чтобы эту мысль реализовать ты взяла себя в руки и поехала больницу да но это еще благодаря моему парню который немного отражает мне реальность потому что я в эти моменты вообще ты полностью у тебя туннельное сознание зафиксированная на одной идее он как-то замечает да эти перемены в твоем настроении характере и говорит и забыла поехали к доктору да он мне какое-то время говорил пора 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 я это игнорирую радуемся на своем веку и в какой-то момент я думаю не ну вот сейчас я себя точно убью и и у меня не знаете тихо проходят эти приступы то есть я могу идти я так корреляцию такую уловила что у меня от усталости бывает это еще вот я начинаю ну вот загоняться и могу от устал сели прямо от выгорания когда много ранее долго до перерабатываешь перерабатываешь пиротя копится 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 и в какой-то момент в мании все из расходовала и потом я могу сесть на лавочку там я смотрю на балкон и думаю надо спрыгнуть надо а я правильно понимаю у тебя прям без какого-то периода ну стабильности да у тебя гипомания переходит в депрессию да вот так вот у тебя звучит и да а сколько фазы длятся допустим если гипомания брать это четыре дня то есть короткие депрессии соответственно долго на два раза больше навсегда вот но сейчас депрессии нет вот с декабря я уже забыла это состояние когда ты не можешь работать и вот так вот сидишь консультации я не хочу я в мании по наберу клиентов ну было такое вот чтобы по наберу могу 8 человек взять это ну знаете что это большая нагрузка это огромная нагрузка мне кажется 8 сутки ты можешь взять клиентов мании могу и я еще стану тяжи режим бога те кажется что ты 18 можете еще 6 часов останется поспать я я возьму и заканчиваю хорошего вечера до свидания смотрят думать какой прекрасный психолог на позитиве поделись с нами тем что ты кушаешь ну да обратную сторону просто я не показываю я ее начала вот рассказывать в блоге своем после вас как раз у меня появилась идея открыть свой youtube канал и знаете это вот для меня как некоторые смысл разрушить стереотипы психологов что это какие-то божественные люди которые вот такие стереотипы есть вот у многих что там сейчас там сати даст кого-то сумка я так рада и очередную глупость чего ты так радует за сайте что они себя так презентуют я могу все вот я папочка я все знаю а потом сумка и хуяк заметь как он удачно эту нишу занял вот женских проблем проблем в семье придумал что он какой-то сатья да я за не серега там и вот это все задвигает успешно хотя понятно что человек сам не проработана слова совсем не контролирующий эффект но он долго держался да это большой плюс вот и сейчас как-то это больше стало под контрольно ну вот я сублимировала свою боль в канал особенно я сняла ролик про дагестан на место только хейта обрушилась меня так не смей позорить дагестанских мужчин не поносили вообще никогда в жизни вы я даже знаете я читал комментарии вот эти оскорбления я думаю боже я так отвыкла от такого я даже вот так сформулировать не смогу то есть пытаясь защитить дагестана не лишний раз просто показали кто они есть ну да что якобы там мне заплатили за то что я вот это рассказываю что девочки бегут из дагестана никто там никого не удерживает никакого насилия и ущемления прав женщин нет но я так понимаю это просто пишут люди которые родились в спокойном исламе либо они вообще одну эту их права нарушают но они даже не знают об этом и вот они им кажется что я там на них нападаю против них что там заговор какой-то то тебе реально прям тебя подвергли такому астракизм очень угрожали меня там мне там писали знаете какие вещи я видела эту шлюху в бане она там кому-то что-то делала и вот в таком контексте я думаю вот это да вот это меня видят люди как интересно мы к блогу вернемся то есть вот мы пообщались история ссылочка будет под видео история очень тяжелая маленькую девочку папа забрал там другая жена другой ребенок и вот как-то они ее выбрали ну нехорошее слово козел отпущения но по факту все негативные эмоции ловила ты и я помню вот меня что потрясло до два года прошло как ты рассказываешь вот про эту диссоциацию как у тебя тело уже немело в конце концов ты знаешь что тебя должны побить там с определенной частотой ты сама провоцируешь ну как провоцируешь взгляд не отводишь тебя накажут там и забьют и ты знаешь что у тебя промежуток времени спокойный тебя никто трогать не будет какое-то время ты в этот момент живешь вот меня настолько потрясла вот эта диссоциация у ребенка что можно так все отключать так вписываться я пытаюсь сейчас себя оживить вот мне до сих пор это не удается то есть какие проблемы после вот этого вот всего ну в первую очередь проблемы в отношениях и сексом потому что ты выходишь и ну все ты ничего не чувствуешь у меня же нога за трясло ну ты ничего не чувствуешь и вот тебе надо учиться понимать что как и телесно-ориентированная терапия я сейчас на танцы пошла вот специально чтобы включить свое тело который не чувствует хоть что-то она блин начала чувствовать ну вот просто классика жанра когда тяжелое насилие в детстве ребенок выбирает стратегию выживания диссоциацию сбегает из своего тела и как тяжело возвращается в это тело какие проблемы возникают в отношениях в ощущениях в сексуальной жизни все наперекосяк я начал с того что очень часто приходят пациенты с запросом у меня токсичные родители я выясняю там токсичностью вообще не пахнет но может быть где-то требовательное что вот когда вы начнете такой ярлык на своего родителя навешивать вспомните пожалуйста изабеллу с ее истории никогда не пользуетесь терминами значение которых вы не знаете да еще благодаря психотерапия я обнаружила что мои родители сами оба оторваны от реальности и папа сейчас общается со мной я говорю он общается со мной потому что это очень интересная история расскажи как вы вообще не это возобновили ты просто стерта из моей жизни он не так прямо и говорит то есть это больно слышать ну это прямо и озвучено мне вот таком контексте а где в этом чем любовь любовь есть только к богу у него вот и я почему-то ну туда не вхожу сожалению я прям сейчас почувствовал как тебе больно стало от этих слов тебя губы выдали ладно давай продолжать дальше то есть 10 лет они сходятся расходятся естественно он официально не женился семья не позволила семья превыше всего по его инициативе по его не он это видео хочет сказать посмотрел или что нет я думаю даже если бы он посмотрел это видео или какое-то с моего канала он бы сделал вид что он этого не видел а ему люди не давали обратно что вот там на которые знают как-то живет в одиночку ну то есть ты вроде сказал он как-то в религии ударился от мира изолировался ему нормально комфортно а с тобой на общение вокруг чего выстраивать что на тебя хочет на самом деле я понимаю его мотив он считается что он сам спасся благодаря религии от тяжелой жизни там какой-то несчастной и считает что вот как бы по его идеология очень несчастна то что мне там нет мужа у меня я сама зарабатываю что я работаю вообще в целом да и это все должен делать мужа я должна растить детей и готовить и пытается в эту парадигму меня впихнуть и сколько бы я не говорила ему там ты знаешь ну ну не вхожу я в эту парадигму не выбираю я это не не я это просто он не слышит этого но даже я просила его не говори со мной на тему религии нет раздражает когда ты навязываешь да ладно просто порассуждать ну пожалуйста но когда начинается вот это вербование меня это в ярость прям в бешеную ярость приводит истерики минут каждый диалог истерика и заканчивается с моей стороны что но если ты вот такой святой что же было тогда нож тебе скажет тогда я был менее верующий сейчас я через религию умиротворился а это по факту так то есть он менее агрессивен лучше себя контролируют вот как ты оцениваешь на внешний вид это так но я этому не верю я считаю что психопат не может может замаскировать это под что-то но истинная там натура вот столько злости вот этой психопатической без таблеток как бы и что он тебе говорит вот если там выйдешь замуж там действительно сядешь дома с кучей детей то есть нормально он успокоится он отстанет ну вот не знаю ну что аллах будет доволен мной я буду спасена ну по крайней мере какое-то общение у вас есть да ты сильные эмоции выражаешь ну общаешься папа есть папа с мамой чем она оторвана от жизни в данный момент что с ней не так она сейчас переживает такой период болезней у нее была онкология потом еще что-то там еще и сейчас опять что-то и оторвана вы знаете я в гештальте это поняла я же учусь на гештальтерапевта я вот просто смотрела затем как она говорит и вот как будто ну человек совершенно меня не воспринимает как вот человека с потребностями как будто нас смотрит сквозь меня на образ какой-то там дочери которой я должна соответствовать и пытается меня в этот образ впихнуть ну тоже замужество тоже там переезд еще там что-то и они оба меня не видят я думаю наверное не никогда меня не видели ну то есть они всегда пытались впихнуть меня вот в какой-то образ и удивительно что я неудивительно что у меня такой внутри личностный конфликт и что я в итоге вот ну как-то выбираю себя я думаю что мои суицидальные мысли это как раз их желание меня убить бессознательно это убить мою реальность и впихнуть меня как бы в свой вот этот вот а вот напомни пожалуйста папа у меня четко отпечатался в голове а с мамой у тебя какие были она была холодно оскорбляла тебя ну бить не била что с мамой были какие то есть и била тоже не очень знаете стыдно говорить об этом я боюсь что она посмотрит и ей будет очень больно мне его как-то ее очень не хочется обижать но по факту если говорить о реальности ну тоже там не было никакой привязанности любви внимание заботы ну должно не было как она мне говорит но не могу я тебе этого дать но мне самой не дали я этого не умею просто ну по крайней мере честно как дальше твоя судьба складывалась глядя вот на все это мама в 11 лет отдала меня к отцу и его новой жене на воспитание но аргументировав это тем что в краснодаре я вырасту скорее всего без воспитания буду вот неизвестно чем заниматься а в дагестане я буду что за репутация такая женщина родилась то есть он и твоей маме внушил то же самое что ты можешь по какой-то наклонной пойти ну в целом в краснодаре очень много смертей вот и среди молодежи от наркотиков и вот в области где мы жили от наркотиков там кто-то просто погибала трагическая смерть и может быть она еще этого поняла не отвлекусь на секунду ты сама-то наркотики попробовал вот почему сразу всех под одну в ребенку в 11 лет тебя прямо отдали в горы оторвали все таки но понятие гор ну в одну республику скажем так республику и мне не повезло в том плане что отец женился на очень садистичной женщине это прям тоже он привел в дом мачеху да сейчас уже нет наверное хотя я периодически высказываю я о том что она виновата что отдала меня в ту семью где меня били там же еще получилось что это очень незрелые родители рано же случилось то есть 19 лет это по сути дети родившие детей естественно они были не готовы к этим функциям и вот отчасти я этим могу объяснить слабость родительских фигур ну согласись но в 19 лет неприятно говорить а вот ну как сказать вот что ребенок лишние ну как то вот так вы не берете ответственность на себя чтобы отдать меня с концами к бабушке где любят меня где там задницу меня целуют но и вы оставляете меня как бы мучаетесь сами мучаете меня и упрекаете меня в том что я есть вот так получается да все время все верно это вот слабая материнская фигура неразвитая не понимающая что делать с этим ребенком бессильная и в том числе вот так вот выражающие свои эмоции в отношении тебя нажать что так ну действительно жаль и твой твоя история она очень показательно для других людей что как она вот может быть и с какими проблемами потом стал потому что в виде лекции это много где может быть присутствует термин очень избитый заезженный вот этот по токсических родителей никто до конца не понимает какие бывают вот эти негативные пророчества да там ничего с тебя не получится да ты дура да ты страшная да кому-то там нужно прямые оскорбления вот в твоем случае по моему все было но любимая это как бы что моя участь это коровам хвосты крутить на пастбище осетинском потом коровы есть я думал только овцы да не знаю мне там я не знаю я просто тоже не настаиваю на том что владею информации давай мы с тобой обсудим вот интервью прошло ты создал свой канал до много у тебя кстати подписчиков людям твоя история зашла ты к их поддерживаешь рабу работаешь с этим как не очень много подписчиков но обратная обратной связи много и она наверное очень эмоционально да то есть и много клиентов которые говорят вот это да а я думал что со мной оказывается наверное и у меня вот так то есть у них четко возникает проекция на твою историю да да ну бывает по-разному там ну но поддержки просто очень много как бы тут сама актуализация в том что я рассказываю эту историю через какую-то свою боль получаю от них поддержку и понимаю что я для них полезно это прям важно для меня ну какое-то принятие и тебе может быть я могу предположить что отчасти легче становится в том что ты не одна в этой истории на самом деле этой проблемы огромное количество и большинство людей идут по жизни мучаются у них исключительно дисгармоничное отношение психологические психические проблемы они даже не понимают откуда что взялось как с этим работать где надо отпустить но я планирую развитие канала мне просто страшно пока я не знаю может быть я боюсь что до папы дойдет скорее всего он проигнорирует как и мою татуировку перестанет звонить и агитировать тебя ну какой-то правильной жизни я опять помню у тебя были большие проблемы в построении своих личных отношений с противоположным полом если там красиво все ухаживал мягкий деликатный тебе было скучно тоскливо гиперконтролирующие они на этом не останавливались то же самое и разные формы насилия были достаточно тяжелые отношения с последствиями из которых тебя убегать приходилось что сейчас как вот ты пошла в психотерапию что ты прорабатывала поделись вот про отношения я скажу что я осознала четко свою потребность быть униженной то есть такая привычка мазохистическая модель достаточно ну то есть вот в том дефиците которым я жила в дефиците всего вообще всего и это привычно для меня в дефицит любви дефицит каких какой-то нежности но нежность вообще это было что-то недоступное достаточно долгое время и я просто ну вот в этой привычной модели как будто у меня до сих пор есть потребность вот быть униженной в отношениях как-то меня интересуют такие мужчины жестокие там нарциссы бабочки в животе ну какой-то восторг наверное до восторг что что-то знакомое такое что-то интересное вот хочется наверное мне хочется вместе какая-то надежда еще параллельно что я смогу изменить этого человека что он станет там ну теплым в итоге полюбит меня то есть перед тобой каждый раз амбициозный проект вот взять вот этого агрессивного самовлюбленного доминирующего мужчину понятно что он вызывает какой-то сексуальный отклик в тебе и негативные его черты немножечко исправить чтоб с ним можно было сформировать семейные отношения то есть оставить один кусок который ну бабочки в животе ажим потому что с нормальными спокойными скучно нет не бабочек ничего вопрос к моей думающей аудитории вот унижение боль жесткий контролирующий партнер в эти моменты человек чувствует себя живым и в связи с этим можешь как-то сейчас поделиться своей истории что у тебя в данный момент у меня отношения на расстояние порог с папой так испанил все это тоже папа тоже папа поясни пожалуйста старше меня ему 35 лет а ты же прекрасно молоду да тебе сколько кстати нормальная разница для брака не критично вот и то есть он не может быть постоянно да вот здесь но я не хочу чтобы он был блин он наверно посмотри у вас какой-то немножко гостевой брак да вы там пересекаетесь но большую часть времени проводите на я у меня есть в этом выгоды если я буду постоянно как бы рядом с ним жить то не смогу снимать в своей магии то здесь все это работает и снимаю если будет еще мужчина мне надо будет ну как-то время у них уделять ему меня нет просто сейчас времени а его это устраивает на данном этапе ну не совсем не совсем что он тебе говорит что хотелось бы больше получается ну пока ты говоришь на данном этапе не получается а дальше у тебя какие планы ты будешь с ним отношения строить если честно боишься отношения бояки безумно боюсь отношений обязательств когда вот я вижу что человек ну-ка мне с серьезными намерениями мне хочется просто все 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 пока я правильно понимаю что ты опасаешься вот этой папиной истории когда внешние стабильны там хорошие адекватно а потом при когда уже серьезные завязки будут там брак дети что-то вот такой проявится и ты опять будешь спасать свою жизнь да я боюсь что я не опять не смогу выйти я же из первых отношений выходила 7 лет но это правда так у меня типа я понимала как то что мы не подходим друг другу я его любила и не могла выбраться и мне с таким трудом сколько два года отходосов было после у тебя сейчас любовь ассоциируется с очень серьезными проблемами которые потом возможно долго придется закрывать так ты пообщались мы пошла на психотерапию психиатру расскажи вот эту историю как диагноз был поставлен что дальше было в общем на первом этапе терапии ну как первый год наверное у меня было сопротивление ходить туда все время то соскочить как-то с этого я думаю давайте подальше назначим сессию давайте как-то вот что-то денег нет а что мешало то не не поддерживаю процесс вот я сижу я сейчас от психолога к вам пришла да вот и я сижу и блин же я не могу я не могу это выдержать то есть он как-то дает обратную связь что-то такое говорит и мне приходится видеть ну реальность какая она присваивать что-то себе на какие-то чувства а с чувствами меня проблема у меня и как у психолога была проблема поначалу с клиентами потому что я ну как психолог игнорировала их чувства пока на супервизме не дали и сейчас как-то ну получается а свои чувства я все так же от них отстранена я не понимаю себя но это психопатии приписываю что вот эта бесчувственность чем-то бегство чувств как ты спасаешься даешь себе обратную связь что ты жива что у тебя жизнь наполнена что ты делаешь в деятельность ухожу бесконечно ну вот ведешь прием помогаешь людям что я переключаюсь на их проблемы если больше консультации взять соответственно я в себе не думаю это меня от суицида спасал кстати какой-то время я думаю сейчас клиент придет я не буду в этом думать насколько навязчивая суицидальность сильно ну то есть ощущение что мне кто-то заставляет но это не шизофрения я просто я понимаю что эта мысль как мне надо 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 ну как будто вот это папа так вот как будто знаете если уж говорить про там влияние рода как будто весь род который я опозорила своей деятельностью там татуировкой ногтями в том числе внешним видом что я там какая-то вот отличающаяся от них и они меня вот за это как альтер эго моего гасят внутри наказывают а почему ты так за весь рот считаю что прям весь рот бы не принял твою вот это теперешнее состояние как будто мое тело мне одной доброй души вот и очень с большим теплом высказывалась о бабушках вам не жила бабушка любимая вот она бы тебя не поддержала надежно это мамина мама я про папу говорю про его рот ты уж не решай за всех предков есть какие-то вот особенно триггерные моменты в плане суицидальных мыслей это вот я не знаю разговор с папой или что-то там какие-то воспоминания сны ты как-то себя анализировала в этом плане когда меня отвергают вот эти премиальные садистические мужчины кто именно тебя отвергает их я не этого любого мелочи проявляется вот допустим давайте я пример приведу ну вы мне скажет я приехала на интервью и вы мне скажете сегодня не ты там допустим с тобой твое интервью потом она не очень интересная и все ему я почувствую себя отверженной у меня без таблеток будет вот эта история то есть это прям я так не сказал я сказал что у нас накладка случаясь сейчас будем разбираться я тут же все решение принято твое интервью исключительно важные все остальные фигня по сравнению с ним будут сидеть ждать если касаясь этого отвержения когда ты чувствуешь себя как ты говоришь даже зачастую мелочах это на какую ситуацию из детства похоже на много ситуаций потому что меня постоянно отвергали но наверное первоисточник это когда мать меня оставила отцу а сама уехала вот и потом это повторялось в каких-то ну подростковых влюбленностях все время там отвержение было смея такая девали но очень некрасивая и правильный правильный ли я могу предположить что вот основная задача в детстве умение формировать значимые эмоциональные связи у тебя это нарушено у тебя нет достойного объекта вот приведу пример да часто это кто-то из сверстников потому что родители очень токсичные игрушка там ребенок с мишкой или с куклой вот все эмоции всю любовь на него для тебя это очень большая проблема я пыталась формировать эти связи но они тоже были болезненными потому что дружба была построена на высмеивание ну так уж вышло с кому-то кости перемывали сделать мне мне они над тобой да ну я же говорю меня одевали очень некрасиво и меня постоянно высмеивали на этот счет ну то есть у микро старые там лохмотья были платья бабские какие-то вот папа специально но это делал и меня постоянно тут я наверно пять лет подряд подвергалась насмешкам вот в этом плане и значимый объект я помню в три года вот первое вот это потерю значимого объекта когда меня забирают в дагестан и бабушка смотрит с окна на меня и я начинаю плакать прям что я ее теряю это вот наверное самый значимый человек был в моей жизни я думаю что моя психопатия не дошла до края вот прям я не совсем лишена чувств именно потому что у меня была вот эта бабушка и дед которые что-то на себя понавешивала психопатия виполярка и не поставили могли немного ли я понял она так то есть вот это воспоминание бабушка который тебе три годика бабушка смотрит на тоже крайне негативные эмоции испытывает от того что тебя за это тебе прям врезалась да да то есть единственный человек там вот люди да бабушка и дед по маминой стороне я была первая внучка и они мне всегда рассказывали там как они меня ждали как они меня ждут они со мной все время гуляли ходить короче вот все время вкладывать все твоя любовь перешла на них в остальных ситуациях ты терпела насмешки издевательства насилия вот в детстве больше позитивных моментов вспомнить тяжело знаете каждый раз когда я была в дагестане мне было вот так вот фигово насмешки там сверстники бьют не братья старшие вот побои в двоюродные братья у них прикол был что они заходят там и начинают тебя бить может ты им скажешь там какую-то что-то огрызнешься и они начинают тебя бить вот то есть вот в дагестане вот такой это уже подростковый возраст а детство как-то более по свободе не прошло потому что я была как раз вот с бабушкой в краснодаре и они они мне все разрешали ну то есть полная свобода то есть есть какие-то светлые теплые пятна которые могут тебя в ресурс переводить я к чему я тебе сейчас накидываю некоторые мне до сих пор не верится что они умерли ну я прям не не могу каждый раз плачу когда вспоминаю их вот как-то мы не для меня это несправедливо что бы единственные люди которых я люблю и так быстро умерли ну что ж так дайте хоть чуть-чуть продали тебе хотя бы дали опыт эмоциональной привязанности любви ты же это можешь создать сама понимаешь пока не могу пока не можешь но ты работаешь ты движешься в этом направлении это очень важно у тебя возникло желание помогать людям отдавать ты не озлобилась не закрылась я правильно понимаю что вот видеоматериалы ты снимаешь в таком гипоманиакальном состоянии часто до 90 процентов истерично истеричном и там будут какие-то из тебя элементы агрессии без и лезут это тем а в чем это проявляется можешь рассказать вот как у тебя маня ты же четко чувствуешь переход правильно ты там меньше потребность во сне в еде повышенная работоспособность быстрая речь вот сейчас у тебя тоже такое да 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 я потом поеду танец записывать танец с саблями какой-то будет танец так вот рассказывай да где-то неделю у тебя гипомания прям все на повышенных скоростях вот опиши свой классический день значит у меня с утра консультация три или четыре подряд для разминки вместо заряда потом значит меня там перерыв ну там я могу пойти в зал или на танцевать но само собой конечно землю попашем попишем стихи так потом у меня еще две консультации где-то об зал можно я уточню в зал какие-то групповые занятия ли силовые ты взяли что делаешь лес таска ну вообще я да я так хорошо нам сказать тебе зашло железо и присед любишь это все знаешь очень заметно и значит потом опять я провожу консультации и вот наступило время для съемки видео да я это уже самое на десерт да да вечер уже когда вся работа сделана да я выставляю свет крашусь ужинаю проговариваю скороговорки и разминаешь речевой аппарат входишь нужно эмоциональное состояние список благодостойный там лишь солю на выделяется напитки то есть о чем это говорит все-таки ты вот не злой не вредный человек тебе даже в такое состояние надо вот что-то себя подкрутить каких-то обид вспомнить благо достаточно их там много было и ты садишься и понеслась душа в рай да и вот так вот всю неделю ты в таком режиме работаешь тренируешься куча видео куча планов так все время у меня окружающие видят они тебе какой-то дают связь там говори медленнее я тебя могу слушать только на скорости там как они обычно если я что-то быстро говорю все там сразу советы на 075 или там наоборот ускоряетесь не так все привыкли ко мне в таком состоянии а вот ты говоришь скороговорки а сам план на ролик у тебя как это сплошной вот импровизация сплошная или что или все-таки ты как каком-то плана придерживая иногда я прописываю план чтобы не забыть что-то но это чисто по пунктам да по пунктам оказывается некоторые блогеры прописывают прямо речь все вот это меня удивило как же штакс это раз в месяц снимать тогда но так большинство скорее всего так и делает да не благо мне есть что рассказать я не такими чайами заниматься я это села иногда вы просто поток сознания и ты то есть ты что ты поймала поток да да просто у меня это состояние часто бывает когда я снимаю ролики я тоже вот отключаюсь от реальности просто транслирую потоку мыслей да да может у меня тоже биополяр или у меня нет меня все равно смущает что тебя не госпитализировали ничего вот амбулаторно тебе так поставили но потому что ты описываешь да а как меня госпитализировать меня ждут мои клиенты ну понятно конечно же психолог из дурки консультирую сил нет внимание не позволила прекратить это состояние я кстати когда меня госпитализировали проводила консультацию из вот расскажи про госпитализацию как же случилось при каких обстоятельствах короче я вам говорила что я пила вот я пью алкоголь ну легкий чтобы снять немножко вот это снув сознание микс и расслабиться вот так и вот момент кстати тоже классика жанра у травматиков чтобы расслабиться алкоголь ну было так много грех от нее нормально ну не нормально но как инструмент который наиболее часто используются сплошь и ряда и вдруг в какой-то момент я поняла что алкоголь мне больше не помогает а только усугубляет это вот и все решила что именно завтра еду в кризисное отделение и у страх наверно возник что ты не сможешь снять вот это напряжение все дальше то что правильно логика же такая я боялась что я умру и клиенты начнут звонить а я не отвечаю да и как они узнают я скажу такое рано или поздно случится что поздно да и у меня кстати много раз выручала эта мысль я думаю будут звонить а я в острове жестком да я под и я еле я перенесла мне неделя была расписана на консультации я одну провела в кризисном отделении но мне там мешали человек увидит что я про наркотики рассказываю сам не употреблял а вот и наоборот может сказать смотрите я с обеих сторон баррикад была вместе с палат палата номер семь кстати было счастливая сколько ты пролежала и что как тебе помогли в итоге четыре дня то есть это была добровольная госпитализация ты сама поехала с определенными страх смерти суицидальной мысли то есть это было депрессивное состояние меня как сказать напичкали таблетками я проспала вот полтора суток вот так ну вставал там в туалет песок под это государственная больница да и я пришла к своему врачу я говорю рассказывайте мне что происходит я хочу знать все и он не начал рассказывать я почему-то начала терять сознание в больнице я в очень крепкий человек ну вот хорошие препараты были так да у меня падало давление я терял сознание и он рассказывает мне про нейромедиаторы там вот теорию я понимаю что я не могу попросить его замолчать и мой мозг просто не может обработать такие слои информации и упала в обморок вот а потом я говорю пожалуйста выпишите меня я устала и он мне прописал сетку препаратов на месяц сетку прям целую авоську но с собой вот это там с этими штучками то есть я разлиновка было утро обед вечер дам немного тебе выписать с твоей депрессии где-то 66 препаратов есть препарат ну сейчас у меня 6 по моему препаратов ну там на месяц помогло как сказать чуть-чуть но депрессия прошла да но сейчас она прошла вообще ну сейчас внимание конечно вот у тебя такой зубчатый тип одно переходит в другое вот когда энергия заканчивается ты начинаешь ползать депрессию с негативными мыслями с пониженной энергетикой как ты в этих ситуациях поступаешь ну я пытаюсь себя как-то вытащить из этого иногда ну и мой парень помогает мне потому что он что-то рассказывает и отвлекаюсь и обычно он что-то интересное рассказывать всегда довольно интересная жизнь да да он что-то интересное рассказывает я отвлекаюсь и забываю про это и потом как-то мне полегче становится вот потом самое мое любимое это кофе и энергетики насколько сколько много ты пьешь кофе ты можешь описать сколько это чашек или банок энергетика ну это 204 кофе и один энергетик но это много для меня а что он вот кроме тахикардии дает потока потока на неважно чем ты занимаешься у тебя сразу поток поток это если в туалет не добежал да там в любом случае поток будет и вот если брать день да вот сколько раз ты прибегаешь к этому лету в течение дня в течение дня до там утром потом в обед потом под вечер то есть три раза да и к вечеру да вот когда я заканчиваю консультацию пора снимать видео ягода в готовом состоянии я уже разогнали в течение дня но ведь они настроение не улучшают да не обманывают мозг кажется что у тебя много энергии но ведь по факту они антидепрессивным действием не обладают я же пью антидепрессант это первое и сейчас я заметила что вот за два года того интервью моя жизнь приносит мне удовольствие я и столько видимо сделала всего ну то есть я переехала я там оплачивать мне прям хочется на этом моменте смотрите какие судьбоносные интервью до человек пришел все рассказал какая-то осознанность пришла стал более смело обращаться к специалистам сама утвердилась мысли что правильно что я хочу людям помогать сюда у тебя такие глобальные до подвижки в голове случились клиентов стало больше ну то есть когда я к вам пришла там у меня было немного я так эпизодически работала сейчас в два года поток и качество жизни улучшилось то есть я все сама семени же мужчина в плане содержания я сама все себе оплачиваю там свои игрушки там какие-то все что мне нужно я покупал ушки это что я имею ввиду там нужен мужчина свои игрушки это бессознательно очень испортим ну там какие-то танцы платья и кольца сереги все что мне на любишься я люблю я фигара хочет да я все время что-то покупать у тебя в дефиците держали в рванении то сейчас ты наверстываешь ты так красивая одежда украшения а как-то вот и упомянул телесную терапию может быть ты на массаже ходишь на что-то там на косметологию как вот и да я хочу на какая возможность еще есть и когда знаете опять же вот за эти два года я впервые в жизни была на массаже и когда мне сделали массаж я думаю ничего себе к телу что потом да и у меня несколько часов кружилась горда трагиваться становится хорошо это не секс да 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 это самое важное вот ну да сейчас танцы в основном спорт ну растяжка танцы все-таки какие-то блоки тоже снимают позволяют тебе раскрыться вот там за что тебе дают как ты можешь описать но у меня эротический вид танца это какие стрип dance до но без пилона просто на полу просто на полу и там ну понятно что это тоже гибкость луками да 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 там гибкость надо наряжаться и для меня это все вот я когда первый раз ходила на занятия я думала я как будто мужик среди бабка сейчас они даже стройные или что все как будто могут шевелиться я как дерево все я понял да потом блоки ушли сейчас ты уже полегче дам полегче не сказала бы что прям вот я это совсем супер но сейчас я чувствую я не чувствую себя мужиком среди женщин там хотя бы а у вас это групповое занятие правильно там под музыку все там элементы отрабатывать или как ну я на индивидуальных а все-таки на индивидуальные еще стеснение есть до группа выходить но я хожу в групповые тоже у меня знаете некоторые соревновательный момент я беру и групповые индивидуальные чтобы обогнать тех кто год уже занимается удается пока нет но в процессе но тебя наверно греет мысли что физически сильнее если что да еще я вспоминаю что у тебя была такая выраженная дисморфофобия ты была собой недовольна расстройство соответственно пищевые виде булимии вот давай эту историю еще раз оживим и как-то ее преодолел сейчас ты выглядишь классно и видно что булимии себя не мучаешь ну может я ошибаюсь ну я все равно собой недовольна и тело вижу не так как она реально выглядит вот я когда стараюсь когда тебе комплименты говорят ты закрываешься мне кажется что они лукавят или врут или что-то им там надо тебя так но хотя бы прекратилась эта история с таблетками для голодания на ты на редуксине на чем-то было чего-то такое но они на то есть то есть таблетки ты для похудания не пьешь а вот с пищей упражнения рвоту не вызываешь не ночи гонишься ничего все нормально хочу так посерьезнело погрустнело что что там в этой области не так ну уж поделись если готовы нет так нет они от кого ничего не скрываю значит я же пью сейчас таблетки и они увеличивают вес я не могу похудеть из-за этого аппетита не увеличиваю и я не от сладкого не могу отказаться мне это безумно радует вот такая привычка с детства закинул конфетку и всего жизнь играет другими красками серотонинчик искусственно понимаешь а вот с психотерапевтом вы работаете над принятием себя вот над этой дисморфофобии как периодически до касаемся этой темы но мне это очень больно вообще я сейчас понимаю что психотерапия до сих пор мне болеть не надается ну то есть не то что желание сбежать нет я осознанно понимаю что я буду продолжать еще несколько лет возможно но очень больно вот как будто себя осознавать можно я в связи с этим уточню момент вот психотерапия очень часто строится на переносе на родительскую фигуру правильно ты должна психотерапевта а у тебя такой опыт что наверное не прибавит желание раскрываться и делиться если возникнут такие же чувства как родителям у меня мужчина психотерапевт но он больше похож на принимающего отца который ну понятно конечно то что тебя катастрофически не хватало не хватает и наверное не будет хватать да вот и мне кажется что вот благодаря тому что он меня столько столько мне поддержки дает все это время у меня как-то трансформируется вот это восприятие себя я еще могу предположить что он постарше такой мудрый насколько тут уже лет на 15 на 20 где-то так а не то что там теперешние на 7 это уже очень старенький психотерапии нормально сколько ты в терапии у него это прям сразу отгадала и вот все два года к нему мне его посоветовали в гештальт институте я к нему попала и он мне подошел раз гештальт институту значит вы в рамках гештальт терапии работать ну это очень полезный опыт болезненный но это стоит того я хочу сказать что все вот эти вот моменты которые ты сопротивляешься терпишь для тебя болезненно это 100 результат стоит того были моменты когда вот хотелось прекратить психотерапию закрывалась какие-то болезненные вещи до затрагивались что ты прям вот совсем даже размышлял стоит ли следующий раз приходить до ох как тебя тебя хорошо читать невербалику по тебе тренироваться юным нлпером в общем когда мой психолог говорил мне что я что-то могу а мне казалось что я этого не могу это что-то то есть ты настолько не веришь тебя это раздражало ты опять это воспринимала как неправду или лезть или что что в этот момент ну как будто он издевается ты меня не знаешь я не могу такого так было совсем с квартирами с работой вообще совсем и сейчас он говорит что не так он говорил за иди снимай квартиру или покупали что ты не хотелось переехать ну типа я жила вот мне хотелось переехать в другую квартиру и он мне говорил в чем проблема переехать ты сможешь какой оптимист слушай номер дашь этого проблему главное чтобы это на суицидальной мысли не распространялся не будем повторять опыт ли вы диановой а вы будете снимать про нее ролик есть запрос такой в общем слушай там все отбомбились оттоптались что я должен сказать что хайпажорка неудачно выразилась ради хайпа или что в чем там прикол как ты думаешь у тебя сильно бомбанула на лима ты сняла на нее ухты поделись но если тезисно то я сказал что она просто хороший маркетолог который заигралась немножко схватил звезду и потеряла представление о реальности но это жачевинно вот но я завидую и что у него консультация 60 тыс стоит у меня нет это мне дает повод кого-то там я сейчас задумался я почему-то ей не завидую я вообще никому не завидую у каждого свой путь ты прекрасно молода ты входишь в профессию ты не знаешь что там дальше будет а может еще интереснее мне позволяет конкурировать все время с кем-то и достигать большего для чего я думаю что у меня психологический барьер потому что я прекрасно вижу очень хороших специалистов и профессоров много лет в профессии я не хочу вот свою медийность превращать вот в такой барьер для пациентов для всего я не считаю что моя помощь стоит столько денег вот я так про каждую свою цену говорила даже за 500 рублей когда-то извини в россии где средняя зарплата 20-30 тысяч пожалуйста оставьте это пусть это будет в интервью что а то я все время это говорю своим знакомым также есть даже если это формально как лобковский говорит я поставил 100 тысяч чтобы меня оставили в покое я наконсультировался на всю оставшуюся жизнь ну зачем раздражать людей лишать их возможности в какой-то критический момент обратиться ты ты еще должна понимать что я очень многим помогаю бесплатно я надеюсь действительно принимаю бесплатно если это мое обеденное время но там не продано ничего я человека поставлю поговорю останусь без обеда но я имею возможность бесплатно помочь я так рада что вы есть а то я среди людей которые все время мне говорят что я ставлю слишком маленькую цену и я начинаю сомневаться правда не что я себя обесцениваю таким образом знаешь никогда говорят чем мы вам можем отплатить я говорю вот вы тоже кому-нибудь бесплатно помогите в жизни разок будем считать что мы квиты все если вам так принципиально не быть должным у нас же многие еще это называю конкурс подарков шаману там с бутылками рыбой это я понимаю что это мышление первобытного человека ты не можешь прийти к шаману с пустыми руками ты чё-то должен принести ему лично чтобы он тебе помог поэтому я спокойно к этому отношусь я это все принимаю не потому что я там алчный жадный я понимаю что человек старался что этот бедный несчастный алкоголик эту дорогую бутылку покупал он идет с надеждой что я ему скажу как ты смеешь вообще пошел вон и и прочее ну хорошо ладно история очень показательная и она вот до два года прошло на очень не запомнилась я думаю многим из вас запомнилась как травмированное детство и дальше идут проблемы с отношениями с поиском своего места в жизни с каким-то даже элементарным психическим успокоением все время на котелях суицидальные мысли абьюзивные отношения жесткие причем все время эта история повторяется такая вечная повторяемость проработка одного и того же сценария одной и той же страшной сказки раз за разом уже полное неверие в то что ты можешь нормальные отношения построить с мужчинами что у тебя может быть семья вот и до сих пор декларируешь одной проще спокойнее я себя обеспечиваю но рано или поздно тебе захочется ребеночка но я ни за что не поверю что семья вот так вот то есть ты сразу ему дашь немножечко неполноценный старт без нормальной отцовской фигуры вот да как у нас женщины родят потом извините за выражение на хрена вертит а потом сидят плачет ну для себя рожала ну не справилась простите народ православный еще что-нибудь да еще какой-то народ твой народ вообще тем более тебя булдыгами закидает поэтому вот классика просто жанра для себя подумай сама вот и так жила на две семьи разрываемые противоречиями нет нормальной материнской фигуры нет отцовской и ты это же если вдруг дозреешь планируешь для ребенка если у меня будет вообще ребенок я сейчас делаю все чтобы мой ребенок понятия не имел о том пути который я прошла частности снимаешь видео где тщательно это все рассказываешь да он не будет это смотреть интернет помню все поэтому возвращаясь к моей мысли которую я прервал вот смотрите что такое токсичные родители травма какие усилия человек делает два года чтоб себя как пазл собрать из фрагментов вписаться в эту жизнь особенно обращаюсь к родителям которые считают что ребенок это собственность не интересует его чувства пинают его перетягиваю часто триангуляцию образуют там дискредитируют друг друга тащат ребенка на себя или пытаются купить или пытаются его подавить последствия вот такие потом ребенок также входит в жизнь с этих стартовых позиций также его штормит и многие вещи он повторяет очень наглядная история кто не в курсе пересмотрите первую часть мы даем ссылки на канал изабелла можете там послушать ее историю последствия вот такие два года психотерапии два года на ужасных эмоциональных качелях и госпитализации и суицидальные мысли абьюзивное отношение татухи вот уже вся рука то спорт то танцы попытка тела включить которая полностью диссоциирована заморожена на этой травме вот вот так это выглядит прежде чем захотите сказать записать ваших родителей в токсичные просто посмотрите как это выглядит на самом деле бесконечно любящий вас доктор но вы абсолютно принимающие вот как есть у нас абсолютно любовь это бог ну я уж настолько наглеть не буду но бесконечно любящий это стремящийся к божественной любви принимающий человека во всех его проявлениях я знаю твоих машине с религией не будем развивать этот кейс считай что за эту бутылку я вдвойне с тобой поработаю все идет в подарочный фонд я все равно не пью что за подарочный фонд ночь поздравляем с праздником там знакомых там таких условно знакомых да я не знаю человек пришел тут полы поменял него поздравили с 23 февраля наверно это надо вырезать а то получится я спаиваю меня такая история была я все дорогие бутылки отдавал отцу потом меня переклинило в голове что я спаиваю своего отца я ему дорогой крутой алкоголь отдаю знаю что у него но он любит выпить у меня ты как переклинило в голове я думал что ты делаешь ты типа почтение ему выражаешь спаивая его я это прекратил сразу же такая вот история что-то напряглась ну типа как-то осознанно к этому подошли многие вещи приходят не сразу то же самое по цене я не представляю сто тысяч какой-то инфо цыганство воздух продавать ну стыдно мне брать деньги ничего за это людям не давать или брать деньги в 10 раз больше чем это стоит по рынку только потому что я чуть более узнаваемое лицо но это же неправильно